друзья всем привет запустили сместительный узел бочка из тк-5 есть такая мешалка с гидромотором сыпем сейчас аквалис это водорастворимая нпк позже формулу скажу или напишу работаем по 2 килограмма на гектар первую очередь его размешаем так как он плохо размешивается следом засыпем цинк по 400 грамм и карбамид по 5 килограмм на гектар ну и гумато чуть добавим не нам уже грамм по 100 так как в аквалисе и так много калия можно сказать для цветов или пакетчик вот такой цинк немножко камушками взялся но ничего серно кислый цинк для оксид цинка мешалочка все размешает почему карбамид последний мешаем потому что вот листья плавает надо выловить потому что вода холодная становится и в ней хуже тогда аквалис размешиваются собирался поставить болты сюда с нержавейки ну пока эти еще держат пусть работает да как лезть карбамид пошел выступает в реакцию с водой вода холодная становится аж и не на бочке выступает туда же добавил сюда же и гумат такая жижа получилась два крана с основной бочки из этого смесителя вообще тут система конечно было вообще тут по моему было четыре крана и все под давлением подавалось стой в эту а ну а мы сам отеком сейчас с этой выкачаем открою основную она получается за счет давления сюда продавит ополоснем ополощем и дольем необходимый объем в опрыскиватель приехали на поле здесь у нас пшеница азимая алексеевич кукурузка еще не всходит уже вечереет придется бать и по темному работать так льют все вроде как нормально подкормим пшеничку бог даст в прок так а кто тут у нас сидит муха какая-то короче говоря здесь сработали им про полку и где-то минут через 40 дождь пошел ну вроде как муренцы ходил смотрел взял у алексеевич поздний посев можно сказать ноябрьский конец октября начало от ноября ну вроде как растет тепло пошло он прям на дне на глазах так зазеленел сейчас подкормим думаю что толк будет дождя надо уже второй раз что-то пытается покапает и перестает всему дождя надо чтоб сходы пошли нормально и пшеничке не помешает приехали на другие участки есть пшеничка Таня ну фу фу глаз радует прям отличается она от алексеевича Таня умница сколько сеяли одну Таню то им надо одну Таню наверное и сеять посмотрим конечно еще по урожаю но Таня нравится больше раз уже раствор залили опачки сейчас батя будет опрыскивать а я сразу же на следующую заправку размешаю поехали погодка пасмурная самоработать сегодня опять пытался брызнуть дождик утром что-то вон последнее время вот так вот я жарю подуется три капли упадет и все очень кратковременно хочется хорошего дождика чтоб промочил чтоб сходы пошли увидеть уже сходы пропашных а то как всегда на душе что-то тревожно так каждый год в принципе как не переживать вот ячмень мог уже как видно флаг кинул вот-вот колос пойдет а вот на нем сидит уже молодая пиявочка ну ячмень тоже уже может на этой неделе сегодня воскресенье на следующей неделе уже может зайдем от болячек работать а может через недельку посмотрим на пшеницу еще флаг хотя проезжал ранние сорта такой как юбилейная у нее тоже уже вот-вот колошение пойдет по ходу уборка в этом году в июне начнется сейчас ячмень не будем наверное давать такую же подкормку как пшеница а вместе с фунгицидом дадим регулятором роста с химпрополкой по ячменю работали вот он сейчас примерно по колено пасмурно если пойдет дождь да дай бог пусть и идет для удобрения тут ничего страшного нету но все равно все впрок пойдет будем размешиваться сразу же на следующую заправку пусть лучше все хорошо перемешается так раствор лежит тут и никаких маркеров не надо прекрасно видно ветерок поднимается нам самое главное чтобы он на пшеничку попадал это не химпрополка это подкормка так вались уже в бочке вот такое водосна растворимое удобрение нпк 15-15-30 я уже его по 2 килограмма его ложим сейчас цинк по 400 грамм на гектар такой семиводный водорастворимый а карбамид и в африке карбамид ну и гумат тоже в африке гумат почему мы сухими работаем потому что сухие в разы дешевле мне вот человек какой-то названивает каждый наверно две недели предлагает хелатные формы я знаю что хелатные формы тоже в принципе работают но самая первая наша микроха которой мы работали это был цинк мы работали по кукурузе эффект просто мгновенным кукуруза была светло зеленая отработали цинком и карбамидом она вмиг потемнела это был наш первый опыт после работали хелатными формами мне что-то может так совпало но эффекта я такого не увидел ну и смеситель у нас есть поэтому сухие запросто размешиваем если мы видим что эффект от них лучше и дешевле то зачем нам брать хелатные каждый раз ему отказываю мне все равно настойчиво звонит и предлагает как-то так последнюю буквально неделю у нас прям все так озеленело ясно акация еще не зацвела но в мае зацветет лето сагает большими шагами к нам как один участок отработали сейчас на следующий переезжает батя я тоже развернусь туда поеду остаток вылет но друзья уже орехи цветут с пенкой как кофе да вам кофе с пенкой до расплюнуть так заправка осуществляется у нас сейчас выкачаем эту жижу промою с основной бочки опять же за счет давления уровня и водичкой дольем следующий по ходу участок тоже таня и на прошлом и на этом предшественник подсолнечник кречет тут был под евролайтинг схема та же самая ясно и понятная если что-то будет интересное засниму